Ночь музеев – магическая акция, которая ежегодно объединяет тысячи людей в стремлении познать историю и необычно провести время. Бобруйск, конечно, подготовил свою программу. В художественной галерее города открылась выставка, посвященная геноциду в годы Великой Отечественной. Экспозиция знакомит с работами ветеранов, классиков искусства из Фонда Белорусского Союза Художников. Важная составляющая – картины современных авторов. 40 уникальных полотен пробудут здесь как минимум всё лето. Всё-таки реализм, классический реализм, он неувидаемый. Поэтому это встреча с прекрасными работами прошлых лет. Художник пишет душой. И поэтому здесь работы художников, которые видели разрушенную Беларусь. То есть они не просто писали по воспоминаниям, по какой-то литературе. Они всё это видели. Краеведческий музей тоже предложил посетителям провести культурный вечер и поглубже изучить бытность прошлого. Фотозоны и мастер-классы встречали гостей в каждом из восьми залов. А особо подвижных ждал квест, посвященный юбилею города. Проверяли здесь на внимательность и эрудицию. Главная тема – Бобруйск в переплетении столетий. Я впервые на таком мероприятии. Очень интересно было, что тут будет происходить. Вот тут квесты различные. Конечно, интересно. Находишь, тут ищешь какие-то загадки. Мы, правда, не справились с квестом своим. Очень понравилась 3D тоже композиция Бобруйской крепости. Матюш, тебе нравится? Да, очень нравится. Мы вообще очень любим Краеведческий музей, посещаем постоянно. Это ночь музея, у нас уже не первая. Хотим пожелать нашему музею процветания, успехов, новых интересных экспозиций. Я выполняла задание на смекалку, переставлять спички. Участвовала в задании азбуки Морза. К международной акции Краеведческий музей присоединился еще в 2010-м. Поначалу вечер организовывался только силами местного штата. Но за временем подключились многие ремесленники, мастера народного творчества, клубы реконструкции, коллективы и активисты. Каждый год программа дополняется, но основная тема всегда так или иначе касается родного города. Сегодня у нас Любовь Александровна Гарбан, мастер по ватинамке. И Гульнара Кенеспаевна Качан, мастер по кукле, у которой даже уже две книжечки вышло. Всегда эта работа завораживает, когда люди очень красиво что-то делают. И причем это же народное творчество, понимаете? То есть, может быть, многие люди, даже посетители музея, не знали об этом. Вот смогли не только посмотреть, но и сами принять участие. Они ведь мастер-класс показывают. Особая благодарность и радость всегда, когда принимают участие клуб военно-исторической реконструкции, газдава, красавцы, шляхтичи, рыцари. Основная цель – показать ресурс, возможности и потенциал современных музеев, а также привлечь молодежь. Но и в обычное время здесь есть чему удивить. Можно взглянуть на чучело животных и в деталях рассмотреть военные атрибуты. Плюс специалисты ведут социальные сети и даже создают мобильные игры. Все, чтобы привить любовь к истории юным исследователям. Окунуться глубже в историю можно прямо на месте через VR-очки. Пройтись под Нурва, выстрелить из пушки, встретиться с почетным караулом. Виртуальный тур – уникальная возможность по-настоящему прочувствовать атмосферу Бобруйской крепости. Акция коснулась многих городов Беларуси. Экскурсии, световые инсталляции, лекции, перфомансы, много электронной музыки и бар – все это было в Минске, во Дворце искусства. В Могилевской программе фаер-шоу, египтология, голографическая выставка. Гродный и вовсе провел неповторимый детективный квест. Всемирная акция объединила больше 150 государств и почти 40 тысяч музеев. В России можно было посетить закрытые посольства разных стран, расположенные в зданиях, памятниках архитектуры. Англия похвасталась целой вереницей специальных событий – от демонстрации фильмов Хичкока до мастер-классов по танцам и фестивалю уличной еды. Схожи все были в одном посыле – история куда интереснее, чем может показаться. Карина Гуревич, Ольга Васенда, Максим Галеонко, Станислав Чичерин. Итоги недели.